Привет всем, с вами Кики. Я решил, что буду делать периодические новости касательно компании Ripple и токена XRP. Так вот, сегодня сразу три хороших новостей. Первое, это то, что мы знаем уже давно, что Ripple работает и с Apple, и с Microsoft, касательно платежных систем для Microsoft Store и Apple App Store. Так вот, сегодня Apple официально уже представила, что они запустили интерледжер API для Apple Pay Payments. Ну, это начнется с Apple Pay, и со временем также App Store присоединится к этому API. В двух словах, если кто-то не знает, что такое API, это программный код модуль, который соединяет два конца. То есть, к примеру, API для Payments, для платежей, это программный код, возможность с интерфейсом, который дает возможность end-юзеру платить с помощью этой программы, а второй стороне получать эти платежи. Интерледжер API уже будет в Safari на macOS и iOS. Вторая отличная новость, это то, что Ripple уже официально, на официальном уровне, работает с тремя большими банками Индии. Индия огромная, да, мы знаем, около 2 миллиарда уже человек. Но рынок довольно монопольный, и эти три больших банка составляют 50% всего рынка Индии. На данный момент с X-Current, но мы не все знаем, почему Ripple продвигает X-Current, на первую очередь, а не XRP. Но, извините, если кто-то не знает, почему Ripple продвигает X-Current, а не X-Rapid. Потому что есть такое понятие для развития компании в маркетинге, есть такое понятие как FirstSill, то есть продать первым. И поэтому Ripple в первую очередь продвигает X-Current. Через некоторое время это напрямую все те, кто использует X-Current, будут использовать X-Rapid. Не волнуйтесь об этом. То есть 50% рынка Индии уже используют X-Current. Это просто супер. Третья хорошая новость, то, что FlashFX, австралийская компания, касательно Форекса, они будут базироваться на токенах XRP для переводов в Австралию. Примерное количество переводов в Австралию составляет в год 50 миллиардов. Ну, на этом все. Спасибо всем. Пока.